Привет, друзья! Сегодня хочу начать готовить для себя деликатес, а именно красную рыбу холодного копчения. Получается очень вкусно. Конечно, способ засолки примерно такой же, как я солю, для того, чтобы просто сделать, например, лосось слабосоленый. Но если потом обдать все это дымком, оставить проветриться, получается просто великолепно. И вот такая вот карельская форелька, небольшая, килограммчик на 1-2, отлично для этого подходит. Я готовлю из хорошо промороженного сырья, для того, чтобы быть точно уверен в том, что форелька безопасная, чистая, все в ней промерзло. И первым делом нам нужно ее разделать. Удалю жабры и выпотрошу. Жабры удалять не обязательно, они у меня, тем более, вон такие, видите, прям розовые, чистейшие. Но на всякий случай все равно их убираю. И начнем с вскрытия. Здесь находится желчный пузырь, его старайтесь не лопать, чтобы не было горького вкуса. Добавляем, чтобы не было горького вкуса, чтобы не было горького вкуса. После того, как разделали рыбу, ее нужно хорошенько промыть под проточной водой, чтобы она была чистая. Дальше у нас будет идти посол. Я буду солить ее сухим способом. Для этого смешаю соль и сахар 2 к 1 на 200 грамм соли, 100 грамм сахарного песка. Обильно засыплю и оставлю дней на 5-7 для того, чтобы она просолилась. Перемешиваю соль и сахар, чтобы они равномерно распределились. И посыпаем рыбу хорошенько внутри. И обильно снаружи. Сохраняем. Так. Так. Сохраняем. Морозовый. дальше оставляем ее на просол как я и говорил можно затянуть ее пленкой можно каждую рыбку завернуть в пленку ты бы я просто в общий боковый пакет и оставлю ее на 5 дней отлично отсюда она никуда не денется и отлично просолится я вернусь через пять дней ну что друзья прошло шесть дней сегодня пятница я приехал на дачу ждать завтра не хочется поэтому сегодня я вечером вывешу нашу рыбу на просушку на улице как раз прохладно относительно по вечерам по ночам градусов по 17 сейчас закрою в деревянный ящик чтобы они отвеселись хотя бы часов 12 для того чтобы чуть-чуть подвялились были сухие чтобы копчение лучше ложилась посмотрите какая форелька она значительно уплотнилась вышло много влаги всю неделю она просаливалась периодически переворачивалась сейчас я вне камеры вскрою и промою под проточной водой и вернусь за стол видно что рыбка хорошо потеряла в массе влага из нее ушла сейчас прошу ее полотенцами и как я и сказал повешу сушиться дополнительно обмакну ее полотенцами чтобы она сразу уже у нас была немножко суховатой мясо внутри уже такое потемнело плотная стала для того чтобы обсушка проходила лучше и копчение проникала в самую глубь мясо при помощи зубочисток нижнюю часть тушки расширю самые обычные зубочистки вот так вот вставляем небольшом расстоянии друг от друга этого будет вполне достаточно и проткну крюком в области хвоста вот такая вот рыбка у нас получается со второй проделываю все то же самое вставляю зубочистки все на сегодня достаточно вешаю сушиться оставлю их как я и говорил часов на 12 на 15 завтра продолжим копчение что друзья как я и говорил всю ночь у меня рыба подвяливалась она выглядит потрясающе посмотрите на нее он такая вот она прям видно что подвялилась внутри сухая снаружи сухая а это значит что мы можем начинать процесс копчения дверцы я закрываю для того чтобы нагнетался дым и развожу как это называется дым и генератор все не коптить буду на вишню на моторчике выставляю максимальный поддув и поджигающие ну что друзья рыба прокоптилась проветрилась просушилась теперь ее можно подавать к столу дальше все зависит от того кто что любит кто-то использует такую рыбку под пиво ему нравится поковыряться каждый там плавничок голову кто-то любит я больше люблю такую рыбу использовать ну как нарезку для бутербродов по утрам начинку ролла добавлять или какие-то такие блюда с ней готовить поэтому для себя я ее разделаю давайте покажу вам разрез сейчас уберем зубочистки они нам больше не нужны такое вот плотное мясо с ароматом копчения я буду разделывать рыбку для себя с вами увидимся на дегустации и и и и и и и и и вот такие плотные подкопченные филейные кусочки это то что я люблю аромат очень нежный миром соленый я бы сказал немножко даже сливочный вкус друзья надеюсь видео было вам полезным не забывайте ставить лайки подписываться на канал и делиться этим рецептом с вашими друзьями ну и сами конечно готовьте до скорых встреч пока пока